Все на лед! Долгожданная ледовая арена наконец-то открыта для спортсменов и просто желающих как следует погонять на коньках. Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком получил имя великого хоккеиста Владислава Третьяка. На торжественной церемонии открытия поклонников спорта приветствовали почетные гости. Единодушно отметили, что новая ледовая арена – огромный шаг для развития массового спорта в Щелковском районе. Такие физкультурно-оздоровительные комплексы позволяют больше людей вовлекать в массовый спорт. Это 600 только деток. У нас получается мы будем по группам 10 на 10 охватывать этим спортом. А еще, правильно сказать, еще пожилые будут кататься, социальные группы будут кататься бесплатно, еще ночные хоккейные лиги будут проводиться. То есть этот спорт дает опять определенную точку притяжения. Притяжение всех здоровых сил для того, чтобы их было больше, больше и больше. Это здорово. Это реализация программы губернатора нашей Подмосковья. Это реализация программы партийного проекта «50 фоков Подмосковья». И это возможность для жителей Щелкова и Щелковского района заниматься зимними видами спорта, независимо от погоды, которая сейчас нас не очень радует. Позвольте мне от имени всех жителей Щелковского района поблагодарить губернатора, поблагодарить руководителей нашего района, депутата, главу, руководителя администрации. Я думаю, что это праздник для нас, потому что хоккей в Щелковском районе всегда был любимым видом спорта и даже есть высокие достижения. А вот своего ледового дворца не было. В 2013 году на улице Фабричной произошла закладка капсулы времени. Теперь на этом месте возвышается новая ледовая арена. Здесь созданы все условия для комфортных и активных занятий спортом. Входные группы обустроены для людей с ограниченными возможностями здоровья. В наличии 6 раздевалок, 8 сушилок и отдельный тренажерный зал. За тренировкой юных спортсменов на катке родители смогут наблюдать из просторного холла на втором этаже здания. Такой объект для Щелковского района совершенно уникален. Раньше у местных спортсменов не было возможности заниматься любимым видом спорта рядом с домом. Да еще и круглый год. Теперь на базе комплекса будут работать секции фигурного катания и, конечно, хоккея. Ну а те из ребят, кто еще не сделал выбор в пользу здорового образа жизни, смогут в любое время отказаться от времяпровождения за тем же компьютером и присоединиться к спортивному сообществу. У нас есть уже набраны группы в отделении хоккея. Есть как на бесплатной основе, так и на платной основе. Также отделение фигурного катания. Муниципальное задание бюджетной группы и на платной основе. Также мы будем практиковать массовое катание на льду. Секции начнут работать после Нового года. Всего здесь смогут заниматься около 600 ребят. И молодежь Щелковского района уже воспользовалась возможностью. На фигурное катание успели записаться более 300 юных спортсменов. Очень много детей, которые уже занимались. Но ввиду того, что не было катка, они занимались в Балашике, в Мутищах. Кто-то в Москву ездил. И сейчас они охотно приходят и с желанием хотят кататься у себя, в своем родном катке. Открытие ледовой арены в Щелковском районе поддержала Федерация фигурного катания на коньках Московской области. Юные спортсмены со всех городов региона обновили каток, показав настоящий мастер-класс. Мне понравился лед, мягкий, скользкий, удобно кататься. Раздевалки у вас очень красивые, уютные очень. В свое время, в эпоху моей молодости, в Щелковском районе занимались фигурным катанием. И в сборную команды Московской области входило целый ряд спортсменов. Я думаю, что теперь дело пойдет на лад. И лет через 6-7 благодаря тренерам местным, которые будут работать квалифицированно, мы сможем в состав сборной включить представителей вашего района. Ну и, конечно, не обойдется без массовых катаний. Первые сеансы запланированы на 26 и 27 декабря. Цена билета довольно социальная – 250 рублей. Так что опробовать новый каток сможет каждый.